Российское правительство за три года направит на национальные проекты более 5,5 триллионов рублей. Сегодня Кабинет Министров определил основные направления деятельности до 2024 года. По сути, это детализация майских указов президента и комплекс мер по выполнению поставленных целей. Детальнее обо всем расскажет Юлия Макарова. Майские указы уточнили. Кабмин подготовил основные направления о своей работе до 2024 года. В них детализация целей, поставленных президентом. Всего показатели по 15 направлениям, часть из которых совпадает с национальными проектами. Малое и среднее предпринимательство, производительность, труда, а часть носит более углубленный характер. Это, например, жилищная политика и рынок жилья. Ключевые направления деятельности правительства в социально-экономической сфере упакованы в национальные проекты, для которых предусмотрены и контрольные показатели, и критерии оценки, ну и результаты, естественно, которые мы должны достичь к 2024 году. Некоторые направления, которые не вошли в национальные проекты, также необходимы для достижения девяти национальных целей развития. Это шаги, которые мы планируем для улучшения инвестиционного климата, конкурентной среды, реформа контроля и надзора, повышения эффективности государственного сектора. Это все, что мы будем делать для развития регионов и базовых отраслей, включая оборонно-промышленный комплекс и сельское хозяйство. Вот некоторые из обозначенных целей в экономике. Рост производительности труда не ниже 5% в год. Расширение доступа малых и средних компаний к субсидиям, льготным займам, налоговым преференциям. Сумма поддержки таких предприятий не менее 10 триллионов рублей за 5 лет. Это все будет стимулировать россиян открывать свой бизнес. Ставку делают в особенности на экспортеров. В общем объеме несырьевых поставок за границу небольшие организации должны занять не менее 10%. В целом же объем экспорта несырьевых, неэнергетических товаров и услуг должен достичь 250 миллиардов долларов. То есть за 7 лет вырасти на 86%. Если говорить об отдельных отраслях, то планы такие. По машиностроению и автомобилестроению вырасти на более чем 70%. По гражданскому авиастроению ожидается девятикратное увеличение объемов. В целом доля зарубежных поставок продукции обрабатывающей промышленности, сельхозпродукции, товаров и услуг в ВВП должна составить 20%. План предусматривает также значительное наращивание объема взаимной торговли, в частности с Китаем, до 200 миллиардов долларов. Ранее глава Минэка Максим Орешкин говорил, что в этом году он будет в районе 120 миллиардов. Запланирован рост китайских инвестиций в российскую экономику до 15 миллиардов долларов. Также торговля расширится с Индией, Ближним Востоком, странами Африки, а также Латинской Америки. Что же касается технологического развития и цифровой экономики, то объем прямых и венчурных инвестиций в высокотехнологичные компании должен достичь 3,5 миллиардов долларов ежегодно. Долю организаций, которые занимаются инновациями, необходимо довести до 50%. Миллион граждан переучатся по новым компетенциям. Появится 900 лабораторий. Будет создано 14 центров компетенции национальной технологической инициативы и обеспечена деятельность не менее 16 научных центров мирового уровня. Кроме того, я должна сказать, что мы должны обеспечить, и это очень сложная задача, темп роста внутренних затрат на исследования и разработки выше темпов роста ВВП. Теперь о точечных проектах. Так предусмотрено увеличение объемов жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год, а также повышение индекса качества городской среды на 30%. О дорогах в городе и не только. Их качество должно улучшиться. Запланирована модернизация автодорожной сети в 38 агломерациях с населением свыше 200 тысяч человек. Аварийно-опасных участков дорог по плану станет меньше в два раза. На инфраструктуру в ближайшие три года потратят полтора триллиона рублей, а на все нацпроекты пять с половиной триллионов рублей. В бюджете они уже заложены. Для экономического блока национальных проектов, а это, напомню, развитие цифровой экономики, порядка 415 миллиардов рублей, повышение производительности труда около 21 миллиарда рублей, поддержка несырьевого экспорта 271,5 миллиард рублей, а также малого и среднего бизнеса 136,5 миллиардов рублей. Предусмотрено практически в целом 845 миллиардов. Дмитрий Медведев также рассказал, что проверять то, как все эти цели достигаются, он лично будет два раза в год, подводя промежуточные итоги.